Вы смотрите ННТВ. В прямом эфире интерактивный канал День за днём. Студия Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Осень заканчивается, зима наступает, а зимы мы ещё и не почувствовали. На улице сейчас плюс пять. Будут ли заморозки в ближайшие дни? Говорим об этом. Также поговорим о том, что предлагают повысить крепость спиртных напитков, слабоалкогольных. Семь процентов, семь градусов алкоголя говорят мало. А также в России в ближайшем времени появится налоговый вычет на фитнес. Поговорим о том, что нижегородцы не очень-то доверяют правоохранительным органам. В чем причинах разбираемся в прямом эфире. День за днём. Поехали. Ну, в общем-то, хороший у нас такой бодрый набор для понедельника. Я бы сказал, конечно, тут и о погоде. На самом деле, сколько можно? Сегодня он шёл на работу, поймал себя на мысли, что, в общем-то, уже вторая половина ноября. Где снег? Я не вижу. У нас погода, не знаю, как в Крыму где-то, в каких-то южных областях. В Краснодарском крае вообще не сгорит. Соглашусь с тобой. По южному тепло. Температура воздуха действительно в дневные часы показывает плюс пять-шесть градусов. Да и ночью не слишком морозно, около ноля. Но синоптики говорят, что в ближайшие дни уже всё изменится. И уже буквально завтра ночью будет резкое похолодание до минус семи градусов. А следующая тема подробнее. Представляете, вот пенный напиток слабоалкогольный. Мы привыкли к тому, что он слабоалкогольный и потому, что продают его в специальных местах. Так вот, отдельные общественники предлагают сделать этот напиток покрепче. О пиве речь идёт. В общем-то, сейчас семь градусов, по-моему, максимальный предел. Может быть и выше. Представляете, появится ли в России сорокоградусный пенный напиток. Об этом будем рассуждать вместе с экспертами обязательно. Напитки покрепче, слова покороче. С такой погодой-то как раз. И дальше тема фитнес, которая актуальна, потому что всё чаще выступают за здоровый образ жизни. Да и россияне, как и, в частности, нижегородцы, всё чаще стремятся пойти в спортзал. Правда, говорят, что это накладно. Так вот, депутаты Государственной Думы решили пойти нам навстречу. И предложили такой налоговый вычет. Если вы ходите в спортзал, то вам вернут 13% от затраченной суммы. Привлечёт ли это ещё больше нижегородцев в спортзал? Поговорим сегодня с экспертом. И главная тема сегодня. Уровень одобрения полиции у нижегородцев снизился до 34 с лишним процентов. Для сравнения, год назад цифра превышала 50%. Об этом будем рассуждать в следующей части нашей программы. Ну а пока представляем для вас опрос интерактивный, который уже работает у нас в социальных сетях. Всё предельно просто. Что вы испытываете при виде сотрудников полиции, спросили мы вас. Вариант первый для голосования – страх. Ну, потому что как только издали ты видишь, что идут сотрудники полиции на встречу, ну как-то внутренне собираешься, хотя понимаешь, что за тобой вроде никаких правонарушений нет. Ну, кто знает, может где-то и накосячил-то, да? Тут вот другой вопрос. Второе. Чувствуй безопасность. Это как и должно быть. Если где-то появляется на улице правоохранители, всё как надо. Вы чувствуете, что порядок будет обеспечен. Вы, в общем-то, в безопасности, как добропорядочный и послушный гражданин. Такой второй вариант в нашем опросе. И вариант третий – абсолютно равнодушный. Да, ничего не испытываю ни безопасности, ни страха. Да как-то вот что есть, а не что нет. И всё реже мы их замечаем действительно на улицах Нижнего Новгорода. И действительно рассчитываем на какую-то помощь. Третий вариант – если нравится вам, голосуйте за него. Также оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте. Ну и звонить можно нам. Да, 434-3477. Телефон прямого эфира работает уже начиная с этого мгновения. Но прежде чем мы перейдём к информационной повестке, знаете, у нас большое событие, судя по тому, что происходит в интернете, в средствах массовой информации – Киркоров. Киркоров, Филипп побывал в Нижнем Новгороде накануне с концертом. Столько восторженных отзывов, люди пишут. Но Киркоров так сознательно прошёлся по нашему городу, в общем-то. У него была хорошая программа, обширная, со всеми фотографиями. В ночные часы для Филиппа Киркорова даже открыли Нижегородский Кремль. Стоит заметить, что Нижегородский Кремль для обычного человека вечером уже закрывается. Но специально для звезды его открыли. Как проходила экскурсия с Филиппом Киркоровым? Давайте посмотрим хотя бы одним глазком. Нас опустили на фундаменты наших мест присутствующих, то есть на наше, в общем-то, здание 18 века, где всё время работали чиновники. В ночи идём, нам открыли бузей, мы идём в ночи, кремля. О-ля-ля, о-ля-ля. О-ля, тайны, тайны, тайны кремлёвские, новгородские, нижненовгородские. Тайны, 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 тайны. И Коста Белоруссии. А второе здание, это бывшая казарма времён Павла Первого. Сейчас это у нас медикультуры, медспорт нашей области, тоже Нижегородская, собственно говоря. Что-то мне подсказывает, что экскурсию он как раз и всю историю Нижегородского Кремля не запомнил. Он был занят немного другим, да, нижненовгородские тайны какие-то. Что это? Ну, в общем, такое самое. Самое главное, что человек остался под впечатлением от нашего города. Многие говорят, что он был под впечатлением уже во время экскурсии. Говорят, что как-то искусственно созданное состояние. Мы в это не верим. Филипп звезда, и всё у него хорошо. Что как только вы к нам позвонили, как только вы к нам обратились, написали какую-то жалобу, мы сразу отдаём её в работу и ждём реакции городских, областных властей, районных властей на вашу жалобу. И вот одна из них, которая поступила буквально накануне. Значит, человек пишет следующее, да, мы видим. Прошло всего два месяца с момента, как оптимизировали урны на остановке Нартово. И вуаля, после обращения в район администрации установили, как выразился наш телезритель, минималочку. Речь идёт, как вы понимаете, на фотографии. Рядом с остановкой находятся две коробки. Картонные. Я уж не знаю, что это и для чего. Либо просто откуда-то ветром этот мусор надуло рядом. Либо это действительно поставлено в качестве временной меры. Ну, вот человек очень рад, какая щедра, целые две коробочки. Вообще, кстати, нижегородцы жалуются на урны около остановок, потому что вот сейчас же появляются умные остановки. Вот там пока с урнами очень сложно всё. Их практически нет. Вот старые остановки, они с урнами. Как сказали в администрации города, ссылаясь на подрядчика, что пока они выбирают дизайн этих урн, которые рядом с умными остановками появятся, поэтому надо немного подождать. Появятся и умные урны в ближайшем будущем. Но самое главное, чтобы урны не только появились и за ними следили, но и чтобы мусор оттуда убирали. Всё это на совести уже районных властей. Я думаю, что районные власти, к которым относятся улицы Нартова, и данная остановка также услышат глаз народа и поставят, ну, хотя бы одну урну. Ну, а мы вас приживаем. Активно жаловаться к нам в ikea.com. Слышь день за днём ННТВ. Пишите, предлагайте свои какие-то наблюдения за городом. Фотографии, не забывайте видео. Если есть, пишите нам на редакционную почту. Ну, а мы готовы перейти к нашей первой теме сегодняшнего эфира. О погоде поговорим. Пока что снег нас в этом осеннем холодном сезоне баловал только один-единственный раз. Это всё, в общем-то, выпало и растаяло на следующий день. Нет зимы. Хотя уже мы говорили с тобой также в одном из эфиров программ «День за днём». Уже и ёлки начинают ставить, и, в общем-то, реклама новогодняя появляется. И зимнего ощущения какого-то не хватает. Но всё-таки, говорят эксперты, резкое похолодание наступит в Нижнем Новгороде уже со среды. Об этом пишут все издания буквально. Вот «Времен», да, информационный агент. «Времен» информационный издание, да, говорит о том, что в среду ночью температура воздуха опустится до минус 11 градусов. Во вторник ночью до минус 7. Автомобилисты, если ещё не переобулись, обязательно сделайте это желательно сегодня, но в крайнем случае завтра. Ну, а с нами на прямую телефонную связь из Москвы выходит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Его мы попросили сказать, что же такое происходит с погодой, в конце концов, в Нижнем Новгороде. И когда она придёт, долгожданная русская зима, Евгений с нами на связи. Евгений, добрый день. Здравствуйте, приветствую всех. Что происходит, Евгений? Доколе нам терпеть вот эту слякоть непонятно? Где зима нормальный в Нижнем Новгороде? Ну, происходит, так и хочется спеть словами из известной песни. Просто апрель, но пока что у нас ноябрь. И вообще вся осень, она выдалась в Центральной России достаточно тёплой. Одной из самых тёплых за всю историю инструментальных наблюдений. Ну, по крайней мере, по итогам на 30 ноября, наверное, мы в этом смысле дойдём до рекорда. Что касается фактической погоды, ну, до вторника включительно Нижний Новгород и вся Нижегородская область будет находиться в зоне фронтальной системы. Всё это будет сопровождаться такими низкими, плотными, слоистыми облаками, локальной моростью, туманами, густыми дымками с ухудшением видимости при температуре на 4-6 градусов теплее положенного. А вот в среду действительно усилится такой восточный вектор ветра, который начнёт закачивать из глубины Евразийского континента более сухой и холодный воздух. Ну, и в результате чего и на месяц вот этот обратный суточный ход температуры, когда ударят заморозки. Причём они уже ударят вечером во вторник буквально, где-то часам к 20-21, поэтому вся вот эта небесная влага, которая сейчас концентрируется на дорогах и тротуарах, она начнёт мерзать. Вот, в облаках появятся прояснения, поэтому вечером во вторник и автомобилисты, и пешеходы нужно повнимательнее в этом смысле быть. Ну, а начиная со среды и далее вот с опозданием в 10 суток в регионе наступит уже метеорологическая зима, то есть это устойчивый переход температуры через 0 в сторону отрицательных значений. Ну, и, соответственно, при малооблачной погоде антициклона, он арктического происхождения, вот, при малооблачной погоде начнётся интенсивное выхолаживание ночами до минус 5-10 градусов, ну, и днём 0-5, это даже несколько прохладнее, чем положено. То есть зима наступит резко, насколько у нас сейчас идут... И будет ли это действительно зима, которая придёт, Евгений, всерьёз и надолго, или это опять кратковременное такое явление, а потом мы опять перейдём к нулевой отметке? Вы знаете, это всего лишь такое символическое наступление метеозимы, вот, поскольку вообще вот этот холодный сезон 2019-2020 годов, по нашим долгосрочным прогнозам, он выдастся на среднерусской равнине достаточно тёплый. Одним из самых тёплых, по крайней мере. Да, Евгений, вот извините, мы вас перебиваем, просто сейчас идут кадры, да, для наших телезрителей поясним, это Нижний Новгород, 18 ноября 2018 года. Снег, в общем-то, крупный, уже устойчивый и никуда не уходит, то есть, да, такой довольно устойчивый покров. То есть, в принципе, потепление налицо сейчас получается. Да, 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 ещё раз повторюсь, зима, она с опозданием приходит практически на две недели, ну и весь холодный сезон будет очень тёплый, поэтому, несмотря на то, что почти до конца ноября будет преобладать марсианский пейзаж, то есть, это ясная погода, такие, ну, скажем так, бодрящие морозы, пока речь не идёт о каком-то экстриме. А вот с наступлением календарной зимы с 1 декабря примерно плюс-минус один день, там уже пойдёт снег, то есть, землю припорошит снежным покровом. Но, ещё раз повторюсь, ввиду того, что сезон будет очень тёплый, то ситуация будет постоянно меняться, то снег будет таять, то снова выпадать, длительные периоды оттепели, слякоти, потом опять коротких морозов. В общем, погода всю зиму будет очень неустойчива, причём основная аномалия тепла придётся как раз на январь и февраль предстоящего сезона. Понятно, спасибо. Благодарим вас за комментарий в нашем эфире. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец говорит, что зима будет, но капризной будет эта самая зима. Хотя я помню пару недель назад наш нижегородский синоптик Ольга Макеева говорил о том, что шубу покупать всё-таки стоит. Вот стоит или нет, решать вам. Хотя давайте посмотрим ещё прогноз погоды на ближайшие дни. Такой скрин из интернета для тех, кому лень заглядывать. По поводу погоды. Действительно, вот как и говорил Евгений Тишковец, уже завтра в ночные часы до минус пяти. Если мы посмотрим на среду-четверг, минус восемь, минус девять, ну и так далее. Хорошо подморозит, но вот честно, меня слякотная зима не очень радует. Хочется, чтобы снег так снег, зима так зима. Это было в восемнадцатом году, ровно один год назад. Это было в восемнадцатом веке, в малый ледниковый период, но тем не менее у природы нет плохой погоды, как говорят. Ну а мы едем дальше. Ну и про горячительное в такую погоду, конечно же, хочется поговорить. На самом деле, тема серьёзная. Мы сразу говорим, что у нас государство уже лет последние, наверное, пятнадцать занимается борьбой с алкоголизацией населения. У нас сейчас и алкоголь показывать нельзя по телевизору. Говорить надо лишний раз с оговорочкой какой-то. В общем, всё это максимально дорого становится. Мы попробуем говорить сегодня с оговорочкой, хотя все прекрасно понимают, про какой вид слабоалкогольных напитков будем мы говорить. То, что любят мужчины по пятницам вечером, да и не только. Так вот, градусность этих напитков предлагают повысить и не останавливаться на семи процентов. Нет, давайте, говорят, сделаем больше, выше, лучше. Совсем не очень понятно, правда, к чему это может привести. Некоторые эксперты начали говорить о том, что пивные напитки могут достичь крепости в сорок градусов. Менделееву и не снилось, я бы сказал, да. Но вот что, зачем это всё происходит, как к этому относятся эксперты, как относятся производители и реализаторы, мы попытаемся поговорить. С нами должны выйти на связь несколько экспертов, с которыми мы эту тему подробнее обсудим. Напоминаем, что телефон прямого эфира, кстати, 434-3477. Есть возможность также заглянуть в наши социальные сети. Народ отреагировал, в общем-то, неоднозначно на такую новость. И кто-то говорит, что таким образом пытаются скрыть подорожание, если градус повысится, то и это дело станет дороже, ну и так далее. Хотя, что лукавить, на самом деле сейчас уже есть пивные напитки, рыбалка крепкая, давайте вспомним, которая далеко не 4, не 5, не 6 и даже не 7 градусов алкоголя содержит в себе. Убийственная абсолютно смесь, но, тем не менее, мужчины покрепче любят именно такие крепкие напитки. И они в природе уже существуют. Так что, что придумывать какие-то новые законы и вносить какие-то изменения в технический регламент производства пивных напитков, ну, тут меня немножко удивляет. Что самое главное, ведь мы разных пытались экспертов наврать. Напоминаю, да, сейчас пытаемся мы связаться с людьми, которые нам это обещали в эфире прокомментировать. Но мы большое количество людей опросили к сегодняшнему эфиру. Так вот, некоторые, что говорят, некоторые прям сразу бросали трубки, говорили, да это ерунда полная, никогда такого не будет. Другие говорили, ну, вы посмотрите, а что, собственно, можно назвать сейчас пивными напитками. Это же невозможно ни есть, ни пить, ни смотреть на это и так далее. То есть разные были мнения. Ну, что, я так понимаю, что пока нет у нас возможности пообщаться с людьми. Просим подсказать. Есть нам подсказывать, кто-то у нас на связи. Я так понимаю, что это наш первый эксперт, член Президиума опоры России должен с нами выйти на связь. Алексей Небальсин. Давайте мы его попробуем услышать в эфире. Алексей, здравствуйте. Алло. Денис Алексеев, видимо, с нами на телефонной линии, ресторатор, наш нижегородский пивной. Денис, добрый день. Да, Денис, это я. Здравствуйте. Да, приветствуем вас, Денис. На самом деле, те, кто любят пивные напитки, знают вас не понаслышке, а действительно, как эксперта. Мы же хотели вас на бытовом уровне спросить и понять, а вот что предпочитают нижегородцы? Какие пивные напитки? Темные, светлые, покрепче, послабже? Что сейчас в приоритете? Ну, исторически сложилось, что любят светлое, нефильтрованное и темное. Вот как три сорта есть, известных очень каждому человеку, но все равно они являются лидерами продаж. Все остальное, это просто то, что выбирает человек, следует своему вкусу или желанию попробовать что-то новое. Но сейчас существует великое множество, на самом деле, видов, потому что даже заходишь в любую точку общепита, начинают называть какие-то названия, которые ты никогда не слышал, которые звучат очень красиво и креативно. Вот это крафты, да, так называемые. Вот насколько вот это популярна сейчас тема в Нижнем Новгороде по вашему какому-то опыту? Ну, мы принимаем, да, что слово крафт, это пошло к нам из американского сленга, а на русском оно переводится как пиво ручной работы или авторское пиво. И поэтому мы просто к пивовару, который делает этот напиток, относимся как к шеф-повару, да, то есть если мы приходим в такой-то ресторан на повара, то независимо, как называется в меню это блюдо, да, мы пытаемся его попробовать, оценить и там решить и всегда продолжаем мы это кушать или нет. Вот с этими напитками то же самое происходит, то есть человек придумывает свой рецепт, варит его, презентует на суд зрителя, да, и человек, который пробует, он начинает уже изучать этот напиток и так далее, тем самым растет культура потребления этих напитков. Денис, ну вот сейчас звучит предложение поднять крепость пивных напитков, 7 оборотов говорят, это мало, давайте сделаем выше. По вашему мнению, есть такая необходимость? Нужно ли это делать? Вот смотрите, самое крепкое пиво в мире, которое существует, 68 градусов. Сколько? Да, 60. А оно имеет право называться пивом? Именно оно как раз и называется пивом, потому что если бы это что-то было другое, то его бы по-другому и назвали. То есть есть такой метод холодной дистилляции. Те, кто служил в авиации или часто бывает на аэродромах, знают, как очищается спирт. Вот, значит, вымораживается вода, тем самым... Не замерзает на морозе, видимо, да, совершенно. Вода замерзает, а теперь спирт сникает дальше. Вот, поэтому великое множество напитков, наверное, самое большое количество из всех алкогольных напитков, да, это именно пивные напитки. Поэтому поднять можно, это нужно, потому что во всем мире, особенно если кто бывал в Бельгии, знают, что пиво достигает там 12-13% по алкоголю. И люди наслаждаются пиво, а наша задача, как рестораторов, сделать это культурно, чтобы человек не потерял облик от такого количества алкоголя. Денис, вот у нас параллельно есть две встречные тенденции, да, об одной мы говорим, это повышение крепости пивных напитков, что, как я понимаю, вами в лице, ресторатами в лице вас встречается позитивно. А другая история отменить такое понятие, как крафтовое пиво, да, ввести к неким стандартам. Вот не противоречит ли одно предложение другому? Что вообще происходит? Одной рукой, получается, мы что-то ужесточаем, а другой, наоборот, даем волю. Вот как это все понять? Ну, с точки зрения законодателей, которые вот это все придумывают и, похоже, не имеют никакого отношения к пивной отрасли, противоречий нету, потому что они представляют пиво определенным своим стандартам, да, которые они, ну, или их эксперты, да, им описывают, что им нужно для того, чтобы законотворец продвинул на государственном уровне. Мы все знаем такие напитки, которые, да, продаются 9-ти градусные по крепости, производятся они даже в нашем Нижнем Новом городе, там, большим пивным гигантам, вот. И вот они просто для себя хотят это узаконить. Это не имеет никакого отношения к крафту. У крафта давно уже есть такой алкоголь. И алкоголь, который делается за рубежом, да, такой высокий уровень алкоголя, если он вводится в Россию как импорт, то и срок годности, и количество алкоголя просто автоматически на этикетку переписывается и становится законным. Пиво, например, у меня есть, которое, у которого срок годности 30 лет. А по российским законодательствам у нас таких законных, ну, то есть у нас такого пива быть не может. Поэтому крафт, это, еще раз говорю, это авторская кухня, это то, что люди делают в рамках пищевой безопасности. Ну, то есть из своего творческого процесса. Благодарим ресторатор, нижегородский ресторатор Денис Алексеев много интересного нам рассказал за эти 5 минут. Мы еще в эфире ждем, когда появится, собственно говоря, инициатор вот этого законопроекта, что пивные напитки могут быть и крепче 7 градусов. А пока ты представляешь 68 градусов в пивном напитке? Я не представляю. Мне кажется, это будет уже все, что угодно, только не вот то самое. Но, как известно, губит людей вода, да, как пелось в одной песне. 30 лет 68 градусов. Мне кажется, что это будет лазейка для тех, кто грустит после резкого подорожания. Вина, которую нам обещают вот уже с Нового года, да, в связи с новой налогооблагаемой БАЦ. Вот мы все ренимся туда, видимо, в 40-градусное. Совсем другая алкогольная история, совсем другими акцизами и совсем другой ценовой политикой. Ну, я так понимаю, что член Президиума опоры России Алексей Небальсин не выходит с нами на связь. Он сейчас находится между прочим стенах Государственной Думы. Там заседание Комитета по виноделию. Видимо, увлеклись члены Комитета по виноделию. Возможно, даже дегустацией. Да, и на связь с нами не уходит. Ну да ладно, в следующий раз как-нибудь продолжим обязательно эту тему. И не можем мы все-таки в понедельник уйти от пивной темы, потому что она требует продолжения. С нами на телефонной линии сейчас появился член Президиума опоры России Алексей Небальсин, который готов дать свой комментарий. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Добрый. Ну вот давайте рассуждать. У нас сейчас был нижегородский ресторатор, который исключительно категорически приветствует увеличение крепости пивных напитков. Говорит, мы, рестораторы, этому будем рады. А, собственно, смысл этой инициативы, как она вот сверху объясняется? Зачем это надо вообще? В смысле инициативы убрать крайний в ГОСТе и в 171 ФЗ написано ограничение по алкоголю с пивных напитков 7 градусов. А в мировой практике существует достаточно много примеров, больше всего в Бельгии, где содержание алкоголя гораздо выше, чем этот предел. Там и 11, и 12, и 30, и 40 градусные напитки. Но мое личное мнение и мнение опоры, что все-таки беспределить тут надо осторожно ограничить, скажем, 12-13 градусами пивные напитки. Все-таки выше этой планки совсем единицы. И я не думаю, что потребители российских пивных напитков в чем-то потеряют. А вот опасность, что это будет еще одной причиной по введению лицензирования пива, потом скажут, скажут так, что же у вас это? Вы вас не лицензировали, потому что алкоголя было совсем чуть-чуть, а у вас тут уже 40 градусов. Это вот есть такая опасность. Производители пивных напитков лоббируют такую инициативу? Они ее приветствуют? Или им, собственно говоря, все равно, и того ассортимента, который им сейчас есть, им хватает? Скорее лоббируют. Это скорее нужно импортерам. Импортеры, да, сталкиваются с проблемой, что напитки, которые произведены, опять же, повторюсь, тоже в Бельгии, там, в Европе, они не могут их ввести сюда, потому что наше законодательство не подразумевает таким содержанием алкоголя. Если же это произойдет, то, конечно, наши пивовары, во всяком случае, я встречал на выставках наши пивные напитки, производенные российскими производителями с алкоголем, по-моему, именно пивные напитки, там, 11-12 было. Нам тут про 68 градусов нижегородские рестораторы рассказывали буквально пару минут. Да, есть, есть, единицы, шапландская пивоварня, там, какой-то там супер, но это единицы, и еще раз повторюсь, последствия введения этой навылы может боком вылезть тем самым пивоваром. И если сразу могут обвинить, ага, ну вот раз у вас и алкоголь, как водки даже выше, давайте мы вас и лицензировать будем. Это очень небезопасно. Понятно, спасибо большое, член президиума «Опоры России» Алексей Небальсин был с нами на прямой телефонной связи. Все, давайте уже заканчивать, а то... Но меня удивило, во-первых, что пиво может храниться 30 лет, во-вторых, 68% это состав алкоголя, спиртосодержащего, вот такого момента. И то, что, оказывается, это больше интересно для привозного, для импортного продукта, нежели для наших производителей. А может быть, все-таки поддержать наши, отечественные? Ту бодягу, которую, наверное, продают на полках магазинов, мне кажется, она может наконец-то вечность. Но мы идем далее. У нас другая тема сейчас должна быть. От нездорового образа жизни к здоровому. Дело в том, что... Давайте посмотрим эту новость. Летом будущего года у россиян может появиться возможность оформлять налоговый вычет на фитнес-услуги. Именно так эта тема звучит. Такая тема появилась уже в Государственной Думе. Действительно, нам, потребителям здорового вида услуга, могут компенсировать часть расходов на фитнес-абонимент. Абонименты за счет возврата НДФЛ. Ну, это вот как при покупке квартиры нам возвращают налог, при получении образования возвращают. Вот и тут то же самое. Могут вернуть 13% от потраченной суммы. При этом, стоит учесть, максимальный вычет составит 15600 рублей. То есть, если вы думали, что вы там находили... За 200 тысяч купили абонимент. На 200 тысяч, да. И вам вернут от этой суммы полностью 13%. Нет, ничего подобного. Максимум это 15600. Но, тем не менее, сумма, согласитесь, все равно приятная. Прокомментировать эту тему мы попросили нашего большого друга, эксперта, фитнес-лектора известного. Андрей Золотарев с нами на прямой телефонной связи. Андрей, приветствуем вас в нашем эфире. Ну, здравствуйте, друзья мои, здравствуйте. Я немного даже соскучился по вам. Мы тоже. Заходите к нам в гости. Будем рады вас видеть. А пока по телефону просим комментарий. Вот если будут нам возвращать такой налог на фитнес, как вы думаете, Андрей, больше ли россиян, нижегородцев задумается о здоровом образ жизни? Да, ну нет, конечно, друзья мои. Дело в том, что на сегодняшний момент тенденция выглядит следующим образом, что люди, те, которые хотят заниматься каким-то здоровым образом жизни, они в какой-то степени занимаются и без различных каких-то вот этих финансовых возвратов и тому подобное. Понимаете? Мало того, думаю, что старее всего, когда будет принят этот законопроект вообще, да, его сделают настолько неудобным практически, что мало вероятно, что люди вообще этим будут пользоваться. Потому что те люди, которые ходят в хорошие, классные, качественные, дорогие фитнес-центры, да, выплачивают там по 100 тысяч рублей, я уж не знаю, условно опять же, да, они не сильно будут заморачиваться по поводу этих там 10, там, а тем более их там в крае 15 тысяч, не больше. Тогда зачем это все, Андрей? А я думаю, что это все сделано таким образом, чтобы попытаться легализовать, скажем так, те траты, которые человек делает. Понимаете? У нас, к сожалению, в стране, в нашей лучше ничего не просить ни у кого, да, то есть по причине того, что как только ты приходишь и начинаешь что-то просить, тебя начинают проверять. Собственно, скорее всего, это для этого и сделано. И, к сожалению, мне кажется, опять же, это мое такое мнение внешнее, что этот законопроект не даст никаких дополнительных преимуществ точно в фитнесе, но и воссоздать некоторые проблемы у людей, понимаете? У нас, к сожалению, пока наши люди не готовы высвечивать полностью в открытую какие-то свои доходы, уж тем более ходить, возвращать НДС, это какие-то крайне редко происходят ситуации. И навряд ли это приведет к чему-то позитивному. Но практика такая в мире существует, то есть это как бы мы не сами придумали. В других странах она очень хорошо работает, в частности, в Европе это точно работает, но этими вопросами занимаются специальные юристы, к которым ты приходишь, обращаешься, и они тебе всю эту процедуру делают. У нас и процедура не отработана, и закон этот просто, как бы мы пока вот отзвучили, и люди не готовы к таким действиям. Поэтому, скорее, это вообще не приведет ни к чему, ни к хорошему, ни к плохому. Пустота. Ну, фитнес-центр точно навряд ли за нас, а потом, вы понимаете, в чем дело, давайте уж говорить по-честному, на сегодняшний момент наша фитнес-индустрия не совсем отвечает такому понятию, как здоровый образ жизни. Поэтому нужно начинать с этого, а уже потом заниматься другими вопросами. Эфир какое-то удивление, откровение. Андрей, а что вас не устраивает по работе фитнес-центров, почему они не работают на здоровый образ жизни? Ну, смотрите, во-первых, не совсем квалифицировано, только недавно, если вы не знаете, я вам сейчас скажу, хотя наверняка вы в курсе, только недавно был принят законопроект о том, что все фитнес-инструктора, все тренеры должны иметь соответствующее образование. То есть они должны не просто быть классными мастерами спорта и тому подобное, а пройти соответствующее обучение. Мало того, практически ни в одном фитнес-инструкторе, то есть это, как вы понимаете, уже какой-то большой новый шаг, потому что данные профессионалы, скажем так, выполняя какие-то функции, должны нести максимальную ответственность перед здоровьем человека. До сих пор этого не было. Это сейчас только появляется. То есть это уже ура. Второе. На сегодняшний момент нету практики повышения квалификации у тренеров. То есть они пришли на работу, и никто не следит за их квалификацией. Это два. Третье. Ни один фитнес-центр практически, ну или большая часть, никогда не спрашивает даже справки у клиентов. То есть клиент приходит, и я там лично сколько раз наблюдал, и мои коллеги обращали внимание, что в тех же саунах, в тех же каких-то банях, в тех же бассейнах сидят люди с какими-то грибковыми заболеваниями ног, с какими-то условно поражениями кожи и тому подобное. То есть как бы, как вы понимаете, это не контролируется. То есть никто не приносит справку, вот как раньше. Простите, опять же, приведу пример старые советские времена. То есть они не во всем были хороши, но если ты хочешь даже просто банально попасть на какую-то секцию спорта или пойти в бассейн, ты должен принести соответствующую справку от участкового врача. Если с тобой что-то случается, то, естественно, несет ответственность именно тот врач, который тебе эту справку выдал. А чтобы эту справку получить, необходимо пройти ли от определенных обследований. То есть как бы нужно сдать, может быть, какие-то анализы крови, опять же, электрокардиограмму сердца, ну и тому подобное. Ну понятно, весь полный комплекс, никто не готов сейчас это делать. Интересно. И, соответственно, когда люди на сегодняшний момент приходят в фитнес-центры, они начинают подключаться к тренировочным программам, которые, к сожалению, не разработаны для них. Они разработаны для каких-то полупрофессиональных или профессиональных спортсменов. И, соответственно, применяется определенная специфика тренинга. Применяются какие-то спецдиеты, которые доступны именно профессиональным спортсменам. И люди, не готовые, или имея какие-то, скажем так, осложнения или противопоказания против этого фитнеса, они, к сожалению, усугубляют свое состояние и хронизируют те или иные заболевания, а хронически уже делают более острыми. Напугали, напугали. Стойте, стойте. Андрей Золотарев, благодарим вас, фитнес-лектора. Какую сферу не возьми. Каждая сфера получается по-своему проблемная. Даже следующая тема, которую мы будем обсуждать в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас еще у нас и видеоматериалы эти есть, которые мы должны показать в эфире. Значит, да, у нас и на уровне ДУМ мы тоже этим всем заинтересовались. Вот материал наших думовских коллег. Давайте посмотрим прямо сейчас. Максимально пропагандировать, особенно в юношеском возрасте занятием спорта. Я не говорю о силовых каких-то нагрузках, но пробежки, футбол. Он у нас очень популярен в стране. Я думаю, что, в принципе, государство может обеспечить возможность почти что в шаговой доступности иметь, допустим, не храм, а какую-то футбольную. Ну, профинансировано. Вы знаете, вот эта пропаганда здорового образа жизни, да, она немножко перехлёстывает. То есть вот эти вот фигуры, да, я понимаю, что это идёт давно, но, понимаете, это уже настолько всё надоело, да, в том смысле, что нужно всё-таки больше внимания обращать на всех людей. Граждане разные, есть полные, есть худые. Тут большая проблема есть в том же самом здоровом образе жизни. То есть что мы подразумеваем? Люди, которые сейчас показывали, там, на экране девушка занимается кроссфит-тренировкой, очень часто это как раз идёт против здорового. То есть здоровый образ жизни, здоровый спорт – это как бы лёгкая гимнастика, это фитнес, это не такие там двухчасовые тренировки пять дней в неделю. Да, то есть это как раз наоборот, это тестостероновые женщины, у которых наоборот возникают проблемы с рождением детей. То есть спорт может очень сильно для женщины повредить. Ты идеален такой, как ты есть. Это как было раньше в Советском Союзе, нас так воспитывали. Каждый человек идеален по-своему, он красив по-своему. Соответственно, убрать этих всех непонятных бородатых каких-то спайдерменов, нужно всё-таки обратить внимание на более простых людей, показывать их красоту. Добавить нечего. Едем дальше. Ну и главной темой нашего сегодняшнего эфира мы переходим, это об уровне доверия нижегородцев к правоохранителям. Хочется поговорить о цифрах, что мы сейчас и сделаем с большим удовольствием. Есть замеры, которые подтверждены конкретными цифрами, конкретными фактами, и их готов эти цифры озвучить. Директор научно-исследовательского института проблем социального управления Максим Лубиной у нас в гостях. Максим, проходите, присаживайтесь. Максим, пожалуйста, устраивайтесь. Цифры не порадуют сотрудников полиции, не порадуют нас с вами. Хорошо, что мы это после праздника дня сотрудников внутренних органов говорим. Давайте посмотрим первую даже инфографику, Максим, сразу. Уровень одобрения полиции у нижегородцев снизился, и эта отметка сейчас составляет 34,3%. Сравниваем с прошлым годом, ноябрь там было 53%. О, сколько потеряли. Как так? Как это выяснилось? Как это произошло? Значит, смотрите, тут есть несколько таких ключевых моментов. Поскольку мы замеряем институты и органы власти в практически в ежемесячном режиме, то мы видим динамику. Вот зря вы совершенно ее не показали, но... Давайте расскажите тогда. Снижение вообще ко всем институтам и органам власти идет уже достаточно регулярно, ну, месяцев 7, наверное. И полиция в том числе. Более того, например, российская армия, которая традиционно имела там достаточно большой уровень одобрения деятельности, она тоже потихонечку падает. Поэтому страшиться вот так вот прям что-то такое, ах, катастрофичное, ну, я бы не стал. То есть это, ну, такой вот сейчас закономерный процесс, который в обществе происходит. А на месте органов внутренних дел я бы стала, потому что, получается, лишь каждый третий из нас доверяет полиции. А вы передавали как-то свои факты, например, в ГУВД Нижегородской области, для того, чтобы они ознакомились? Я надеюсь, они смотрят и видят. Интересно было бы услышать их реакцию. Но у нас есть эксперты из Москвы, до него достучаться всегда гораздо проще. Он всегда готов комментировать те темы, которые связаны с полицией, не только в Нижнем, но и по России в целом. Это Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов полиции России. Алексей Юрьевич, добрый день. Здравствуйте, Нижний Новгород, приветствую. Добрый день, добрый. Ну, вот мы сейчас обсуждаем, что у нас уровень, скажем так, доверия полиции снижается, и уровень, в принципе, доверия к органам госвласти. Вот человек, да, у нас говорит, директор Института, научно-исследовательского института проблем социального управления. Доверие к полиции очень ключевая история. Что в целом по стране? Вот по вашим ощущениям, граждане доверяют больше правоохранителям или есть некое снижение? Вот по каким-то вашим представлениям. Доверие есть, я, правда, не знаю, не знакомо с результатами. Все-таки наша вина, наверное, полицейских, потому что мы должны все-таки проводить анализы, проводить какие-то, не знаю, выборочно, там, по регионам, может быть, опросы, чтобы узнать. Но сегодня этого нет. На самом деле мы должны больше с обществом разговаривать. Мы должны больше выяснять. Мы должны больше комментировать. Сегодня на самом деле общество, оно недовольное тем, что мы молчим. Проводим много мероприятий, хороших мероприятий, полезных мероприятий, нужных мероприятий для людей. Но замалчиваем это. А порой негативные, они всегда как-то высвечиваются средствами массовой информации, больше, ярче показывают, как недостатки полиции и так далее. И поэтому складывается такая общая картина, что вот неудовлетворительная работа. А так сотрудники, вот мне приходится по всем регионам выезжать, смотреть. Они стараются отдать свои силы, возможности, здоровье отдают. Закончилось дежурство, они опять выходят вновь на дежурство. Вроде бы, говорю, отдыхать надо. Нет, нет, тут граждане просят помогать. Вот этого мы не видим, об этом мы не пишем. А порой мы стараемся написать, но это почему-то неинтересно. Я часто бываю, выезжаю, давайте я расскажу, как самотверженные сотрудники раскрыли преступление. Да нет, это неинтересно. А, вот сотрудник что-то неправильно сделал. Вот это, как бы, схватить какой-то хайп и так далее. Поэтому мы сами виноваты. Но это наша вина. Сегодня надо центром общественной связи больше рассказывать, больше говорить об этом. Самим нам, ну, как бы, проявить настойчивость и, знаете, вот... Полиции быть более активной в рассказе о себе. Да, потому что наши оппоненты порой учатся за рубежом, и они учатся, им там платят хорошие деньги за правильное преподнесение какой-то информации. А мы, ну, практически, я бы нам три балла поставил за неудовлетворительное освещение информации. Все, что указывает. Мы, знаете, вот как статисты. Совершено, мы говорим фамилии там, вот кто-то сделал. Все. Потом следствие покажет. А знаете, Алексей Юрьевич, что еще хотелось бы добавить, чтобы представители полиции, спикеры, перестали разговаривать с людьми казенным языком, абсолютно чиновничьим таким. Ничего же непонятного. Спасибо. Нет. У меня сегодня таких вот политорганов, ну, как по старым, я не про это говорю, но воспитательные центры должны больше говорить. Нам сегодня общество должно давать само, не нам воспитывать их, а общество должно нам давать людей высокообразованных. Конечно, это от зарплаты зависит. Чем больше зарплаты, тем, конечно, люди с большим образованием, лучшим образованием, качественным образованием, мы бы их себе отбирали. Не набирали, а отбирали в наши ряды. Да, это справедливое замечание, я думаю, его обязательно услышат. Благодарим. Председатель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобрев был с нами на телефонной реле. Признают, в общем-то. И понимают, где ошибки. Максим, а кого опрашивали, где опрашивали? Сколько людей было опрашено, чтобы понимать, на какой фактуре основывались цифры? Опрос проводился в рамках наших еженедельных опросов на выборке 1200 человек. Это выборка общообластная. Распределена по полу-возрасту тоже, соответственно, пропорционально равномерно. Задействован весь регион, вся Нижегородская область, 1200 человек. Практически вся, потому что так называемый районированный выборок, то есть там, когда типичные районы отбираются для опроса. Мы такие опросы уже проводим два года, поэтому, ну, в общем, я думаю, что да, уже так достаточно верифицируемо. Вот интересно про полувозрастную структуру этот вопрос тоже поговорить. Следующие у нас цифры, которые мы уже презентали. Полное доверие институту полиции выразили только 4,7%. Ну, давайте скажем, 5% респондентов, и что примечательно, среди них не оказалось ни одной женщины. Как думаете, с чем связано? Потому что социологи не только фиксируют, они же как-то интерпретировать должны. Ну да, знаете, я вот в данном случае соглашусь с уважаемым экспертом, которого... С Викторией Ильичем Лобаревым. Да, совершенно верно. Вспомните, ну, даже визуально, прошедший год, да, по сообщениям средств массовой информации, сколько было негатива вылета на полицию. Ну, вспомните, там, про изнасилование девушки в Сочи, да, про, даже в Нижеводской области, про задержание... Господин Урозалин, да, Ихтира Урозалин, тоже история... Из последнего, то, что якобы подбросили наркотические следствия сотрудники полиции. Совершенно верно, подбросили. Ну, ведь полиция же никак не отбивает это, да, в информационном ключе, да. Ну, ведь на самом деле, посмотрите, я вот специально когда сюда шел, да, я посмотрел статистику полиции за последнее вот время по количеству преступлений. Ну, оно, по их данным, оно снижается. Ну, визуально оно тоже, наверное, не растет, да, ну, нет того, что-то такого выпиющего. Но мы слышим постоянно громкие какие-то инциденты. Поэтому, еще раз говорю, вот, уважаемый эксперт был совершенно прав. Вот вы говорите, что полиция никак не отбивает, да, какие-то, если громкие вещи. А что тут отбивать, если все, в общем-то, по закону, если все понятно, если очень часто есть даже решение там суда, да, по каким-то делам. А надо ли, собственно, заниматься отбиванием и усугублять как-то всю эту историю и впечатление? Как бы вот вы могли сказать? Ну, знаете, как отбивать можно позитивной повесткой, которой нет. Больше хорошими историями, которые бы звучали через средства массовой информации, и мы бы об этом слышали. И не зря я спросила, у кого спрашивали, касалось ли это только Нижнего Новгорода или Нижегородской области. Потому что тут цифры абсолютно разные. К примеру, определенное доверие полицейские вызывают у 45% сельчан, жителей сельской местности. Почти 50, ребят, почти половина. И лишь у 31% горожан. Ну, потому что, мне кажется, на селе, не знаю, там, вот, Анискин, да, какой-нибудь участковый, вот, да, такое существование. Они его хотя бы в лицо знают. А означает ли это, что на селе полиция более близка к проблемам реальным, реагирует, чем в городе, например, вот, в таком случае? Ну, вы знаете, опираемся мы на цифры, да, поэтому мы только предполагаем. Я не сельский житель, но мне кажется, что, вот, Илья, вы правы, то действительно, наверное, зачастую участковый, это тот человек, к которому реально можно обратиться прямо вот сейчас, если есть проблема. То есть, наверное, он все-таки доедет, да, и потом, понимаете, если, допустим, Нижний Новгород, вот, он концентрированный, да, ну, понятно, да, или там любой большой населенный пункт. И понятно, что участковых, например, не хватает на каждом, там, определенном участке, но можно перекинуть, можно там как-то заменить, вот, а... На селе это один человек, которого, в общем, надо будет заменить. Это очень важный человек, и там не может быть... Уважаемый человек. Уважаемый человек, и там не может быть такого, что там просто нет участкового где-то, да, то есть, ну, согласитесь. Что тут так? Еще есть табличка сравнения, которую мы обязательно должны посмотреть до конца нашего эфира, это сравнение уровня доверия 2018 и 2019 год. Вот то, что зелененьким, это ноябрь этого года. Уж опять, Максим, простите, без динамики, да, сухая выборка здесь и здесь, но, опять же, вы говорите, что полиция в целом идет в тренде с государственными органами власти, да. Не знаю, есть ли какая-то сезонность вот в этом во всем, что зима, холодно, нам все не нравится, мы брежим, и, соответственно, у нас там ко всему доверие. Перепадает. Весной хорошо, солнце расцветает, и мы все хорошо себя чувствуем. Ну, вообще, в социологии есть, конечно, сезонность, само собой, да, ну, как, ну, мы же все люди, да, мы же реагируем на ту же погоду, о которой сегодня много говорили, да, вот. Само собой, но, понимаете, с точки зрения социологии, размер выборки достаточно большой для того, чтобы нивелировать вот эти настроения, да. Именно там сезонность. Поэтому относительно вот таких факторов данные, наверное, объективные. Первая ступень, она провальная абсолютно получается. Если полностью доверяли в прошлом году 22%, то в этом году лишь около 5%. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.